Широкие возможности новых графических процессоров AMD и технология AT-Affinity позволяют производителям видеокарт поиграть с количеством поддерживаемых мониторов, в результате чего на рынке появилось достаточно много вариаций на эту тему. Однако с самой поддержкой всё оказалось не так просто и гладко, как хотелось бы. Люди в компании Sapphire вовремя подметили основную проблему технологии AT-Affinity и нашли простое и изящное решение, которое было реализовано в Sapphire Radeon HD 5770 Flex Edition. Благодаря ему к карте можно одновременно подключить сразу три монитора без использования активных переходников с DisplayPort на DVI. Учитывая специфику Sapphire Radeon HD 5770 Flex Edition, дизайн печатной платы конечно же отличается от эталонного. Наиболее существенное отличие – чип-конвертер DisplayPort 2 HDMI, позволяющий легко подключить к карте три DVI монитора в режиме AT-Affinity без использования активных адаптеров. Ну а в целом набор видеовыходов на задней панели Sapphire Radeon HD 5770 Flex Edition выглядит вполне обычно и состоит из Single Link и Dual Link DVI, HDMI и DisplayPort. Необычно здесь то, что ко всем четырем можно подключить мониторы, и все они будут одновременно работать в режиме AT-Affinity. Конвертер питания ядерографического процессора выполнен по трехканальной схеме и управляется ШИМ-контроллером NCP5395, производства компании ON Semiconductor. В цепях используется по три обыкновенных пылевых транзисторов на канал, чего вполне достаточно, учитывая энергопотребление GPU Uniper. В видеопамяти достался одноканальный конвертер. Система охлаждения видеокарты выглядит достаточно просто, но это вовсе не значит, что она малоэффективная. Напротив, конструктив радиатора включает в себя медную подошву, пару медных тепловых трубок диаметром 8 мм и солидное ребрение в виде пакета тонких алюминиевых пластин. Обдувается это все большим вентилятором с девятилопастной крыльчаткой диаметром 80 мм.